Вот, допустим, женщина хочет, чтобы муж что-то понял, чего нельзя делать. Если он пришел с работы, ни в коем случае ему не говорите то, что вы хотите ему сказать. Это невозможно, он никогда не услышит, потому что он у старших. Пришел с работы, надо его накормить, под душ сначала отвезти, обязательно под душ, чтобы он снял напряжение, или прогуляться с ним, пройтись, потом надо его накормить. И запомните, женщина, когда мужчина поел, я даже при мужчинах это говорю, не проблема, они все равно ничего не сделают с ним. Мужчина поел, у вас есть 5 минут. Вот он сидит, пока поел. В это время у него внутренние психические цилиндры, если вы его с любовью накормили, у него сердце открывается, у него внутренний психический цилиндр открыт. И вы можете ласково, по-доброму сказать ему все, что вам нужно в жизни. Вообще ненавязчиво, как будто вы не ему это говорите. У него все зайдет туда очень глубоко, но внешне вы не увидите вообще ничего. Никакой реакции на лице не будет. Запомните, женщина, если вы что-то сказали мужчине, и вы увидели реакцию на лице, допустим, хорошую, он сказал, лад, моя дорогая. Это значит, что он ничего не понял. Мужчина понимает, когда он ничего не сказал и пошел просто, значит, все понял. Приведу пример. Допустим, вы проехались на машине, на его машине, и чуть-чуть ее разбили. Он разговаривает по телефону, допустим, с кем-то. Когда мужчина разговаривает по телефону, он ничего другого не слышит. Вы подходите к нему и говорите, отвлекись, пожалуйста, на минуту. Он говорит, да, говорит вам, да. Вы говорите, я разбила твою машину. Он говорит, хорошо, продолжает проехать телефон. Знаете, что он ничего не услышал? Он проявил эмоцию какую-то, сказал вам что-то, но он ничего не услышал. Потом, когда он увидит разбить эту машину, он говорит, шокер. Он говорит, да, 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 да. Или мужчина смотрит футбол, там этот очень важный матч. Вы подходите к нему и говорите что-то ему. Он кивает вам головой. Это точно значит, что он ничего не слышит. Сто процентов. Теперь, если вы хотите узнать, как мужчину оторвать от футбола, то нужно несколько стадий пройти. Первая стадия, надо сесть рядом с ним, начать смотреть футбол и сказать, вот этот игрок играет супер. Он посмотрит на вас, скажет, откуда ты знаешь, что так и есть. И когда он посмотрит на вас, вам надо сказать ему, а ты бы играл еще лучше, если футболом занимался. И в это время, когда вы так сказали, он включается на вас и выключается из футбола. Понятно? А дальше вы можете ему, столько дальше вы можете ему сказать, пойдем кушать, мой парадоколик. Уже все готово. Если вы подошли и сказали, пойдем кушать, он скажет вам, да, иду. И дальше что будет? Он может смотреть дальше хоккей или футбол свой. И ничего не поменяется. И вы будете дуряться, что он такой тупой, там все уже остывает. А он не хочет кушать. Он не то, что он не хочет, он просто почти не слышал то, что вы сказали. Потому что он мужчина, сознание очень одноправленное. Он если на чем-то сфокусировался, он остального ничего не видит. Вот когда мужчина, допустим, заходит в дом и идет к себе в кабинет, там в комнату свою, то он видит только кабинет и больше ничего по дороге. Когда женщина заходит в дом и идет в свою комнату, по дороге она видит все. Что в чем где лежит, в чем где не так, у кого какое настроение, то, что подумал о ней и так далее. Она все видит, даже если не смотрит по бокам. Она все равно все чувствует, что происходит. Но это не значит, что мужчина точно такой же. Он прямо противоположный, вообще ничего не видит. Он идет в свой кабинет. И если вы его спросите, что ничего не видел, что ребенок откатался там. Он не видел. Он точно не видел, понимаете? Хотя воняло на всю квартиру. Если возможно было, не увидит. Потому что запах сильный стоит. Но он его не чувствовал, потому что он шел в свой кабинет. В это время у мужчины отключаются функции запаха, обоняния, связания, зрения. Он идет в цели и все. У женщины, наоборот, все включено всегда. У нее ничего не отключается. Она может говорить по телефону, а одновременно решать вопросы какие-то с кем-то. Она видит, что происходит в доме. У нее все одновременно происходит. Мы абсолютно разные. Поэтому принцип один. Если вы хотите вместе жить, ничему не удивляйтесь. Итак, женщины, если вы хотите, чтобы мужчина изменился, вы должны найти дорожку к его сердцу. Дорожка к сердцу мужа в нескольких случаях жизни открывается сама. Первый случай – муж поел. Я вам уже об этом сказал. Второй случай – муж ложится спать. Надо сесть рядом с ним, начать его, кладь по голове. Никогда он распатяется. Можете говорить ему все, что хотите. Он все съест. Все усвоит. Но говорите всегда по-доброму. Никогда не укоряйте его. Иначе он к себе вас не будет подпускать в это время. В следующий раз он вам не даст, если я думаю. Следующий вариант, тоже редкий, но такой бывает. Если муж решил вам сделать что-то приятное, дарить подарок, какой-то торжественной обстановкой, вы можете попринять подарок, очень сильно обрадоваться, обнять его и попросить, что вы хотите попросить. В этот момент он вам не откажет. Он услышит вас и поймет. Потому что он на вас настроен, на вашу волну.